Доброго Вам Воскресения! Дорогие во Христе братья и сестры, в этот период Великого Поста для нас все-таки есть еще смысл вспомнить, еще раз подчеркнуть для себя, что значит для нас пост и какую цель преследует пост. Ну, во-первых, мы еще раз помним, что пост все-таки был установлен самим Спасителем. И в Ветхом Завете многие люди постились, и Господь перед тем, как идти на проповедь, после того, как Он крестился в реке Иордан, Он постился 40 дней, был искушаем от Сатаны. И тоже важный момент, да, Сатана Господа искушал, поэтому не нам, не нужно нам удивляться, что в посту часто бывает искушение. Кстати, вот на это нужно обратить особое внимание, да, поэтому иногда как вот вроде чехморится, постится, и тут вдруг ни с того ни с сего раздражение, неприятности сыплются, злоба какая-то появляется. Вот надо помнить о том, что дьявол, завидуя людям, он посылает разные искушения. Поэтому здесь необходимо иметь благоразумие и спокойствие, чтобы этим искушениям противостоять. Но еще раз подчеркнем некоторые пункты, почему нам пост важен и нужен. Ну, во-первых, обрати внимание на то, дорогие братья и сестры, что пост, как правило, устанавливается перед важными церковными праздниками, да, перед Рождеством, перед Успением Божией Матери, ну и, конечно, Великий Пост перед Пасхой Христовой. Для того, чтобы мы могли должным образом к этим праздникам подготовиться. Вот это очень важный момент. Я лично считаю, что человек, который хоть как не постил, он не может в полной мере понять радостный праздник и принять и почувствовать всю радость Пасхи. Можно такой привести пример, да, допустим, сидит какой-либо человек, зритель на трибуне, смотрит Олимпийские игры и вдруг его с трибуны выдергивают, ставят на подиум и вешают ему медаль на шею. Что тот человек почувствует? Будет ли он плакать на подиуме, когда будет гимн играть? Мы сомневаемся, да, почему? Почему? Потому что это полная неожиданность, и человек эту награду ценить не будет. Он не знает, каким трудом она ему доставалась. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что так никогда не случится, потому что это лишь только мечты. Для того, чтобы чего-то достигнуть, необходимо потрудиться. В Царстве Небесное берется трудом, как говорится в Священном Писании. Если нам хочется радостно встретить праздник церковный, такой большой, как праздник Пасхи, конечно, здесь необходимо нам определенное летово старание применить. Труд постараться, чтобы как воин на посту стоит, так и чтобы страсти разные, грехи не попадали, чтобы враг не проходил, не попадали внутрь нас. То есть особое, бодрственное должно быть состояние. Вот как человек на каком-то высоком посту занимает должность на виду, так и пост нам напомнить время пришло о нашем высшем предназначении, о Царстве Небесном, который нас ждет, и который мы сподобимся, если человек этого сам захочет. Недаром пост называется духовной весной. Как весной солнышко греет, все расцветает, так и вся возможность нам дается, чтобы душа расцвела, согрелась божественной благодатью. Другая составляющая Великого поста – это то, дорогие братья и сестры, что пост нам очень помогает в борьбе с нашими грехами и с нашими страстями. Недаром в Священном Писании Господь Бог говорит, что род бесовский изгоняется молитвой и постом. И здесь мы не только ведем разговор о тяжелых грехах. Некоторые наивные люди считают, что если они сильно много не пьют, сильно много не воруют и жене не изменяют, так уже у них и грехов нет. Грехов море у каждого человека. Наша злоба и зависть, наша гордость и самомнение, наше осуждение и празднословие, наше свернословие и обидчивость, неимением любви и так далее. И как раз-таки именно пост является прекрасной возможностью заострить внимание на нашем духовном состоянии. Это, в принципе, каждый день положено делать. Но Господь Бог, зная нашу немощь, прекрасно понимает, что, к сожалению, не сможем мы каждый день так вот внимательно больше заботиться о духовном, чем о земном. Поэтому он нам предлагает хотя бы десятую часть жизни особо посвятить Богу, так как Великий пост составляет десятую часть года. И поэтому особенно тем людям, да, вот мы даем совет, которые оказались в результате своей невнимательности, порабощенными разными страстями, тяжелыми недугами, зависимостями, вот как никогда есть возможность с этим недугом побороться. Человек чувствует, что сквернословие его душу обрывает, да, не может с ним справиться. Молись, постись, трудись и будь на контроле, да, кайся, исповедуйся. И без сомнения это не останется для нас нерезультативным. Прекрасная возможность вот оставить алкоголь. Многие люди, допустим, дают обещание, что вот в Великом посту я не буду брать стакан в руки, да, я оставлю сигарету. А потом, глядишь, пост прошел, и человек дальше, и ему же и не захотелось. Или он ограничил себя в этом, и уже определенный шаг на пути духовной жизни совершен. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно, это очень важно. Вот важная составляющая, да, чтобы как раз таки пост, вот, а другими словами, мы должны показать нашему телу наше законное место. Чтобы не тело господствовало над душой, как нередко бывает, да, что знаем мы, что вредно нам на ночь объедаться. Что вредно так объедаться, опиваться, что потом человеку плохо, да, тяжело, живот болит. И что вредно излишне прыгать, веселиться, не заботиться о духовном. Вот пободрись, попастись, помолись. И без сомнения, на самом деле духовная весна, на самом деле духовная польза. Многие люди сами свидетельствуют, что когда пост заканчивается, что многие даже как бы и не хотят, чтобы этот пост заканчивался. То есть такая легкость, такая радость, такое духовное на душе торжество. Ну и, конечно, пост это то время, когда особо нужно задуматься и о благотворительности. Да, вот есть такая традиция добрая, об этом говорил святой Иоанн Златоуст, чтобы человек, совершая пост и молитву, обращал внимание, да, немножко меньше употреблял продуктов, а то разницу в деньгах давали нищим, давали нуждающимся, оказывали помощь нуждам людям, помогали, да, вот сейчас много через газеты на приходах, нуждающихся людей просят помощи, да, есть общества разные благотворительные, вот им оказывать помощь, помогать. Поэтому, конечно, пост это не значит, что человек просто заменил одни продукты другими, да, можно объедаться омарами, ананасами и красной икрой, да, и вроде будет человек пост совершает. Конечно, это просто уже не пост, а простите пародия, да, а здесь пост заключается в самоограничении, да, то есть это самодисциплина человека, то есть во всем и везде нужен порядок. Если мы оставим дом в беспорядке, не будем там перед диски делать уборку, да, то чище в доме не станет, как мы прекрасно понимаем, да, а пыль и грязи увеличится, даже и там какие-то и букашки заведутся через какое-то время, да, или грызуны, мелкие и крупные, вот так и в нашей жизни. Если нам не трудиться, не поститься, не вести духовную работу, то, к сожалению, неизбежно там появятся разные грешки, которые могут превратиться потом уже и в большие грехи, а если над этим грехом не работать, его не искоренять, то тут уже и зависимость, тут уже и тяжелый страсть, недуг и порог. Спасибо, дорогие во Христе, братья и сестры. Вот заострим на этом внимание в нашем поведении в Великом Посту, да, будем понимать, что от нас требуется не просто диета, но и, конечно, духовная работа, да, молитва, посещение богослужений, в большей любви постараться простить обиды, навести порядок в отношении с ближкими, с друзьями, с работниками, для того, чтобы с чистым сердцем встретить праздник Пасхи Христовой, который уже у нас не за горами. Вот уже на следующей неделе мы будем праздновать вербное воскресенье, да, и совсем мало осталось до Пасхи Христовой. Вам желаю Божьей помощи и Ангела-Хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok